Здравствуйте! Вы смотрите новости. В начале выпуска коротко о главных темах. Мост от традиций к современности. Фестиваль национальных культур состоится 6 сентября. Из-за ремонта теплосетей на перекрестке Муравленка 70 лет октября ограничат движение. Скоро 35. Как начинали строить и осваивать наш город? Напомним о значимых событиях. Губернатор Дмитрий Артюхов представил полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову реализацию национальных проектов на Ямале. Совещание прошло с участием регионального правительства и глав ямальских муниципалитетов. Во время доклада ключевой задачей Дмитрий Артюхов назвал переселение ямальцев из аварийного жилья. Тем не менее, огромное количество ветхоаварийного фонда – это наша ключевая задача. В рамках уже утвержденной программы в ближайшие 5 лет в новую квартиру переедут почти 40 тысяч человек. Это 13 тысяч семей. Или 570 тысяч квадратных метров жилья должно быть расселено. Но этого мало. И мы сегодня, как и на одном из личных приемов, это звучало не так давно, обсуждаем, чтобы эту программу увеличить. Идет очень такая предметная работа по каждому дому, по признанию его, чтобы эту цифру умножить, если не в два раза, то в полтора точно. На выполнение национального проекта «Жилье и городская среда» и повышение качества жизни северян нацелены новые жилищные программы в округе. Так, семьи, которые сейчас живут в аварийных домах и хотят уехать в Сюменскую область по программе сотрудничества, смогут сделать это в ускоренном порядке. Это почти тысячи семей. Востребованной оказалась программа поддержки специалистов бюджетной сферы. Сертификат в размере 40% от стоимости квартиры на первичном рынке в этом году получили около 600 семей врачей, учителей и работников культуры. В следующем году будут выданы еще 600 таких сертификатов. Увеличено финансирование программы для молодых семей, благодаря чему жилищные условия смогут улучшить около 2,5 тысяч семей. Еще 200 человек вновь стали участниками этой программы. Это те, кто выбыли из нее из-за достижения предельных 36 лет, но поддержку так и не получили. Подробную информацию полпреду представили о реализации нацпроектов здравоохранения, образования, безопасные и качественные дороги, демография, экология и другие. Николай Цуканов подчеркнул, основная задача, которую ставит президент, это улучшение качества жизни каждого человека. Регион достаточно дневно развивается, находится практически во всех основных рейтингах с точки зрения развития экономики. Социально защищенность людей в лидерах. Наша основная задача, которую ставит перед нами президент, ставят перед нами жители, это улучшение качества жителей, качества жизни каждого человека. Не завтра, послезавтра, а уже сегодня. Реализацию мероприятий в рамках национального проекта образования в Муравленко обсуждали на региональном совещании педагогов. Оно объединило экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга, окружного департамента образования и педагогов из Ноябрьска, Губкинского и Муравленко. О ключевых темах совещания в сюжете Оксана Шосток. Региональное совещание началось с пленарного заседания, которое прошло в дискуссионной форме. Ключевой темой стало обсуждение национального проекта образования «Точки роста». Основные мероприятия национального проекта направлены на то, чтобы условия для обучения детей стали современными. Инструменты, которыми они работают, и оборудование были современными, даже опережающими наше представление о том, как это может складываться. Но тут вот какая трудность. Можно поставить большое количество оборудования, но не найти взрослых людей, которые сами умеют на нем работать и использовать современные технологии. В ходе совещания с участием ведущих экспертов, педагогов, представителей исполнительных органов государственной власти округа детально рассмотрели вопросы по реализации региональных составляющих в рамках нацпроекта образования. Проекты «Успех каждого ребенка», поддержка семей с детьми, современная школа, цифровая образовательная среда, молодые профессионалы и учитель будущего должны стать точкой роста в развитии образования. То, что мы сегодня говорим о точках роста, это о создании таких центров различных, которые у нас появляются, создаются в школах, детских садах, учреждениях профессионального образования. Это та инфраструктура, как некая площадка, в которой происходит современное действие в вопросах развития детей, подростков, студентов. Поэтому основы заложены. Проекты, которые изменят российское образование. Главная цель министерства – войти в число 10 ведущих стран по качеству образования и воспитать гармонично развитых и социально ответственных личностей. Для этого будут обновлены образовательные программы. Особое внимание уделят цифровым навыкам. На Ямале шагнуть в нацпроект было несложно. Создана опережающая инфраструктура образовательная везде, во всех учреждениях. Подготовлены кадры. Такое ощущение, что некоторые цели и задачи национального проекта здесь предугадали, к этому подготовились. И у нас есть практики, которые позволяют на базе этих практик строить новые. На педагогических кейсах участники регионального совещания делятся друг с другом опытом. Совместно разрабатывают варианты модернизации своих проектных предложений. На сегодняшний день уже идет работа по проектированию кванториума. Это, наверное, первый на Ямале будет кванториум, построенный специально под эти цели. Будет создан IT-куб на базе общеобразовательного учреждения. Это тоже мы считаем достижением. Скорее, наверное, нужно как раз развивать и расти в том, в чем мы успешны. Наша школа развивается в направлении медопредметности, очень много наработок. И я думаю, что вот в этом направлении мы и будем дальше расти. Потому что это получается, в этом мы уже погружены. И я думаю, наибольший результат мы можем получить здесь и вырастить наши точки роста. На протяжении всего дня в Атриуме многопрофильного лицея работала выставка образовательных достижений и новых технологий. Свою продукцию представили специалисты из городов Санкт-Петербург и Екатеринбург, с которыми сотрудничают и образовательные учреждения нашего города. Перед вами сейчас игровой центр «Сова», в котором находится почти 300 занятий, которые разработаны педагогами со всей страны. В том числе и из города Муравленко. У нас вообще большинство занятий разработаны педагогами из Хмала и Янау. Участники поделились своими идеями и получили рекомендации для достижения поставленных целей. Работа, которая была проведена на региональном совещании, станет стартом и основанием в реализации нацпроекта образования. Оксана Шосток, Андрей Нагибин, Новости, Муравленко. На перекрестке улиц Муравленко 70 лет октября до 5 сентября ограничено движение автомобилей. Филиал «Ямалкоммунэнерго» приступил к работам по замене трубопроводов на теплосетях. Отремонтируют участок длиной 70 метров. Окончание работ запланировано на 1 октября. Ремонт никак не повлияет на начало отопительного сезона. Общественная организация «Женщины Муравленко» помогли семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. Такую благотворительную акцию они проводят ежегодно. Ее главная цель – помочь малоимущим и многодетным семьям обеспечить детей необходимыми в учебе вещами. Сегодня нескольким семьям вручили сертификаты на приобретение канцелярских товаров. Многие уже приобрели и канцтовары, и те принадлежности, которые школьные, которые будут необходимы. Поэтому решили подарить сертификаты в магазин книги, чтобы они дополнили то, что не успели еще купить. Фестиваль национальных культур «Мост от традиций к современности» переносится на 6 сентября. В нем примут участие 13 коллективов. Какие культуры представят муравленковцы и как они готовятся к фестивалю? Это сейчас здесь царит непринужденная атмосфера. Но совсем скоро площадь Дома культуры Украины изменится до неузнаваемости. Жители города ждет грандиозный праздник дружбы народов. Национальный фестиваль «Мост от традиций к современности» объединит 13 организаций и учреждений города. Каждый коллектив представит свою культуру. Это музей под открытым небом. Такой мини-музей, в котором будут представлены предметы обихода, предметы быта. Каждая национальность, каждая подворья может представить себя красочно, ярко в виде песни, танца. Мы надеемся, что все будет очень красиво, потому что все готовятся, звонят, беспокоятся. Будем надеяться, что будет хорошая погода. Оцениваться будет, конечно, ассортимент вообще представленных предметов, быта, обихода. Будет сама презентация оценивается, костюмы. Гулиим Матаева, младший воспитатель детского сада «Сказка», уже вовсю готовится к одному из этапов фестиваля – выставки национальных кухонь «Ода-еда» и оттачивает мастерство приготовления рулета «Оромо». Вот, пожалуйста, вот так тонкий должна. И потом можно мясом, можно творогом. На фестивале команда детского сада «Сказка» представит колорит солнечной Киргизии. В меню шесть национальных блюд и не только. В центре юрты у нас будет представлен мастер-класс по изготовлению чая, киргизского чая, ароматными травами. То есть, это все будет представлено, все, самовар, традиционная киргизская посуда, как это все пьется. То есть, это будут не игрушки, как обычно. Предприниматели тоже заявили о своей инициативе. Предпринимательское сообщество действительно не осталось у нас в стороне. Они окажут содействие в организации при осуществлении Кавказского и Узбекского подворья, при организации этого фестиваля, совместно с детской школой искусств и совместно с музыкальной школой. Предприниматели шесть человек примут участие. Они приготовят блюда национальные, приготовят посуду, одежду, овощи, предоставят палатки. Оригинальность презентации коллективов будут оценивать не только жюри фестиваля, но и его гости. Проголосовать можно будет при помощи технологии QR-кода на сайте Дома культуры. Победители фестиваля получат денежные призы – 20, 15 и 12 тысяч рублей. А гости смогут познакомиться с традициями народов – Украина, Россия, Монголия. 6 сентября на площади Дома культуры Украина будет колоритно. Валерий Чижгантонованов, Новости Муравленко. В преддверии юбилея нашего города журналисты «Муравленко-24» напомнят о значимых событиях, о том, как строили и развивали наш город. История Муравленко берет свое начало в далеких 80-х годах. Он вырос из нескольких строительных вагончиков в глухом уголке тайги. Наш город появился на карте России благодаря промышленному освоению Муравленковской группы нефтяных месторождений. Сегодня мы расскажем о строительстве. Место для застройки тогда еще безымянного населенного пункта было отведено распоряжением Тюменского облсполкома в ноябре 1980 года. Генеральный план строительства утвержден в начале апреля 82-го. Когда генплан прорабатывается, естественно, так начинается все с расчета. Сколько надо общественных зданий, сколько учебных, сколько торговых, какие подъездные пути, сколько жилья, какая промышленная зона. Именно цель генплана была зонировать город, определиться промышленная зона, жилая зона отдыха, зеленая зона, зона общественного назначения. Генплан, в принципе, для этого и задуманный, существует. Строительство поселка Муравленковский началось в 82-м году. Бесконечная тайга и один строительный вагончик. Такой вид предстал 4 ноября 1982 года перед первым строительным десантом. К 15 ноября здесь было уже 18 человек. После 10 ноября у нас начинается совершенно новый этап в жизни будущего города. Пошли сплошным потоком машины. Строить поселок приходилось на тяжелом болотистом грунте. Первые дома, так называемые «времянки». Не было ни воды, ни тепла, ни медицинской помощи. Все необходимое завозили из Ноябрьска машинами и вертолетами. Это разве можно сравнить? Тогда, если бы приехал на меня, это вообще-то поддельство удручающее, тайга, дико, гнус. А сейчас, конечно, у нас, когда-то столица. По крайней мере, Муравленки, я так считаю, не отличаются от Ноябрьска. Почти ничем, единственным, чем компактностью населения. У нас население меньше, так? Внешний вид у нас вполне. Одним краном, одним бульдозером мы круглосуточно разбужали конструкции будущих домов. Вот тогда уже мы начали ощущать, что мы первые, что на нас возложена большая задача. Естественно, я как первый руководитель этого поселка узнал, что этими силами мы не сумеем такой объем на 40 тысяч человек. Здесь нужны солидные строительные организации. Но уже тогда начали понимать свою роль. Нам нужно было для высадки большого десанта строителей готовить максимальное жилье, максимальные инженерные сети и все, что можно в дальнейшем нормально строить этот город. В 82-м, 83-м, 84-м поселок поднимался как на дрожжах. Строители работали в авральном режиме, иначе было нельзя. Звание молодого города обязывало. Стремились к тому, чтобы специалистам с большой земли хотелось приехать сюда, жить, работать и стать частью этого города. Это был 84-й год. К тому времени строители строительно-монтажного поезда, в общем-то, уже приобрели опыт работы в суровых северных условиях. Три года мы уже полноценных отработали в городе Ноябске. Мы посмотрели, на нас посмотрели. Поздно ночью передовой отряд 24 человека, 16 единиц техники, выехали из территории нашей промзоны с оборудованием, передвижными вагончиками. Как я сказал, опыт определенный у нас уже был, поэтому в полудню, в общем-то, горожане, жители Муравленко уже видели установленный вагон-городок строителей, подключенный к теплу. И в два часа дня наши повара уже кормили людей обедом. 5 ноября 84-го года решением Тюменского облсполкома был образован Муравленковский сельский совет. С тех пор начался отсчет времени, который сегодня мы называем историей. 84-й год можно по праву назвать годом ударного строительства. 29 декабря было закончено обустройство поселка на первом этапе. Построен вагон-городок украинских строителей. К концу года здесь уже проживали более полутора тысяч человек. Задачей первопроходцев, поднимавших поселок, было обеспечение приезда основной массы работников. В будущем, в 85-м году, планировалось построить еще 5 тысяч квадратных метров жилья, чтобы к 86-му году объемы строительства довести до 40 тысяч метров. Работа была напряженной. С первых же дней я хочу сказать, что особенно у Муравленка ощущалась очень мощная поддержка. И генерального подрядчика, это трест на Ябснефтегаз, который возлогал Ярчак Игорь Иванович. И заказчиком являлся НГДУ «Сутарминскнефть». Службу капитального строительства возглавлял тогда Мелешко Владимир Владимирович. Буквально в считанные дни, очень оперативно, были решены вопросы и порубочных билетов, были решены вопросы электроснабжения будущей территории нашей базы заказчикам. 84-й год считается годом основания поселка Муравленковский. Другая, не менее важная дата – 6 августа 1990 года, когда подписали указ о присвоении поселку статусу города, окружного подчинения. Сегодня у Муравленка свой собственный, неповторимый облик комфортного города. Здесь создают семьи, здесь рождаются дети. Муравленка – наш любимый город, в котором хочется жить. Светлана Грачева, Юлия Лучникова, Новости Муравленка. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленка24.ру. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин